Всем привет ребята, с вами Джофф и сегодня мы поговорим про немецкий легкий танк 5 уровня ВК-1602 Леопард. Вы знаете, какое-то время назад меня задолбали все эти тяжелые танки 10 уровней, все эти куски большого железного говна, которые катятся, пытаются танковать и отхватывают на 1800 от ФВС-83. СТ мне тоже поднадогели, я решил начать выкатывать какие-то легкие танки. Вы уже увидели обзор там по Т-71, потом был по Чаффи, почему-то там еще и вот пришло время Леопардика. Леопардик, ребята, это очень давний наш знакомый, когда-то он был на 4 уровне, он был самым настоящим педобиром, он попадал в песочницу к 3-4 уровням и мог неплохо танковать, у него была пушечка с пробитием 50 мм, он ей хорошо раздавал, но это все было очень давно. Потом разработчики решили переделать немецкую линейку легких танков, ну типа, чтобы им нагибалось получше. Они перенесли Толстопарда на 6 уровень, отняли у него волшебные кумулятивы, они ввели игру, просто ненужный кусок говна под названием Аукулфхалценпантера на 7 уровень, да, вот этот ездящий гроб на колесах, вот эта вот субмарина, которая анально погружается в самую пучину бездны, раскаяния и просто бессознательной никчемности. Да, это все было. Леопарда перенесли на 5 уровень, ему в принципе ничего не переделали, кроме того, что ему добавили чуть-чуть другое орудие, это пулеметик. Я долгое время думал, что разработчики сделали из него унылый кусок говна, что он ничего не может и на него просто можно забить. Но примерно 2 месяца назад на стриме с Морозором и Дезертодом, кто-то из них двоих посоветовал нам взять вот эти вот танчики и сказали, что они жутко фановые. Я сначала не верил. Да ну какой-то там пулемет, ну что он может? Леопард был на 4, в песочнице всех нагибал, а тут его перенесли на 5, поменяли уровень боев, он попадает к 8, ну что это говно может сделать с 8 уровнями? Да ничего, тот же Чаффи, тоже 5 уровня, попадая к 8, он всех просто имеет, вот так вот, вот так вот, просто всех нагибает. А это что? Да ну, говорил я. Но, все-таки мы взяли эти три танчика. И я вам хочу сказать, ребята, что Леопард это сейчас жутко фановая машинка. Да, я считаю, что ее нужно апнуть. Да, я считаю, что ей нужно улучшить динамику и улучшить обзор, потому что все-таки без этого, учитывая, что он попадает к 8, это неполноценный легкий танк. Ему кое-чего не хватает, но при этом его пулемет и его вот эта вот небольшая никчемность и из-за этого неумения многих игроков играть на этом танке, это все ему помогают в правильных руках нагибать просто адски. А почему? Во-первых, ребята, у нас есть неплохая динамика и неплохая маневренность. Не такая, какую бы я хотел, у Чаффи в этом плане намного лучше. Во-вторых, у нас есть просто, ребята, офигенный пулемет с барабаном. Сколько там урона, я говорить точно не могу, там, по-моему, то ли 250, то ли 300. Но при этом, ребята, если правильно играть, если правильно заходить, если выбирать грамотные моменты, если вы вообще умеете играть, то вы можете вот так вот, видите, подъехать, и Каенчик получает просто огромную кучу урона. Просто офигенную кучу урона, и он просто офигевает, он не думает, что эта маленькая шмакодявка на такое способна. И, ребята, тут как раз играет роль второй фактор. Наша вот такая вот небольшая понерфренность, да, никчемность. То есть, Леопард, как я считаю, по ТТХ не стоит пятого уровня и не стоит его уровня боев. То есть, ему его нужно апнуть, его нужно сделать более опасным. Нужно вообще, в целом, перебалансировать класс легких танков, потому что они сейчас, ну, конечно, могут, но они уже влияют на бой не так сильно, как раньше. Потому что артиллерию понерфили, появилась куча ПТ-шлюпок, и понятное дело, что они из кустов всех этих легких танков щелкают просто как орешки. Но при этом, вот эта вот его понерфренность, она заставляет большинство владельцев этого танка сливаться в первые две минуты боя. А что получается в рендоме, если какая-то большая часть владельцев какого-то определенного танка просто тупо сливается? Понятное дело, на этот танк перестают обращать внимание. И это, ребята, второй главный плюс нашего танчика. Первое, он жутко фановый из-за пулемета, и этот пулемет довольно-таки опасен. Второе, на нас просто не обращают внимания. Поверьте мне, ребята, на тот же 13-90, на тот же 13-75, Т-71, Чаффи, даже Чаффи, обращают внимание очень сильно. Я, когда играю на этих легких танках, меня фокусят жестко, потому что даже самый ракообразный рогатый ИС-3, он знает, что если Чаффи или Т-71 заедут к нему в корму, ему просто наступит самый настоящий карачун, как тому же Церетели. Но при этом мало кто из них обращает внимание на Леопарда, потому что на эту шмакодявку ее просто не берут в расчет. Ну, катается какой-то кусок говна, не будем мы на него обращать внимание, и вот так будем танковать, как этот поц на ИС-3, да? Правильно же? Вот так, ребята, и происходит. И в этом бою, этот бой, на самом деле, на Хемисдорфе, где я катаюсь, где я крысью из кустов, где я пытаюсь обойти в корму, где я всячески троллю разных тяжелых танков восьмых уровней, это самое наглядное доказательство того, что Леопард в грамотных руках может быть очень фановой машинкой, которая может доставить огромную кучу неудобств своим врагам. И да, хотя ИС-3 там пытается меня догнать, и да, хотя он куда-то там агрится, и все-таки какое-то внимание мне уделяет, все равно я его обхожу и просто убиваю, просто убиваю, как кусок говна. И это, ребята, поверьте мне, это просто непередаваемое чувство. Можно кататься на Т-71, он очень хорош, он нагибает. Там буквально чуть ли не бой, то получаешь по 2000 опыта. Да, можно кататься на Чафе, он тоже очень хорошо нагибает. Но знаете, есть такое вот чувство, которое я испытывал, когда выкачивал со стока Т-34, когда он еще был на девятом уровне, или когда я качал какую-то другую машину из стока. Это чувство, ребята, когда ты превозмогаешь, когда ты заранее, заведомо в слабом танке, ты убиваешь намного более сильных противников. Ничего не стоит кататься на имбе. 13-90 имба, она просто на восьмом уровне, вместе даже с десятками, с восьмерками, она всех убивает, особенно если на голде. Ничего не стоит нагибать на Т-71, это очень фановая машинка, она очень быстрая, и она тоже очень хорошо нагибает. Но когда ты берешь в свои руки соснулый леопард и нагибаешь на нем, это просто приносит тебе кучу удовольствия. Вот сейчас, ребята, мне очень повезло, М4 в меня не попал. Вообще в этом бою были несколько моментов с жуткими везениями, но при этом, ребята, было и куча моментов, где я тактически обыгрывал своих противников, где я крутился как вошь на гребешке, обошел сзади, обошел там, обошел тут, и каждому в корму, в корму, в корму. И, кстати, ребята, у этого пулеметика есть еще одно офигенное преимущество перед тем же 13-90, Т-71 или 13-75. Наш пулемет, в отличие от их барабанов, он практически мгновенно выпускает весь заряд. А вы, ребята, знаете, что чем больше снарядов в какой-то промежуток времени выпускается по врагу, тем выше шанс, что у него внутренние модули будут критоваться. И у меня, вообще, вот я катался на этом танке несколько десятков боев, очень часто бывали случаи, что я заезжаю к тому же в квасу корму или тигру первого в корму, выпускаю весь барабан, и он поджигается. И это, ребята, очень сладко. На маленьком, беззащитном, казалось бы, танчике пятого уровня поджечь грозного ИСа-1 просто советскую машину нагиба Soviet Power Supreme. Ребята, это просто шедеврально. В общем, что я хочу сказать вам по итогам этого боя. Леопард жутко фановая машинка. В прямых руках она жутко фановая и нагибает. Но при этом, ребята, очень важно, чтобы эти руки действительно были прямыми. Возможно, на 13-90 Chaffee или Т-71 руки особо прямые и не нужны, потому что эти машинки изначально хорошо нагибают. Но Леопард, как я уже не раз говорил, ему все-таки не хватает небольшого апо-характеристик, чтобы он действительно стал нормальным легким танком на пятом уровне, который попадает в восьмерка. В этом бою на Химисдорфе, как вы сами видели, я думаю, это в комментариях просто не нуждалось, я троллил своих противников, я поджимался. Я действовал действительно на острее ножа, то есть на меня в любой момент мог выкатиться какой-нибудь Центурион до восьмого уровня или ИС-3, да, он мог пожертвовать всеми своими ХП, но при этом меня убить, потому что я ему там, видите ли, в корму накидал 300 урона. Но он этого не сделал, потому что это же всего лишь Леопард, это всего лишь какой-то кусок говна. Вот, ребята, в чем Цимис этого танка. Мы маленькие, мы беззащитные, но в опытных руках мы очень нагибучие и опасные. По сути, от вас ничего не требуется, кроме прямых рук, а он вам в отместку подарит кучу положительных эмоций и кучу фана. На этом у меня сегодня все, всем спасибо, всем пока, увидимся в новых видео и, конечно, не забывайте лайкать это видео и подписываться на канал. И, кстати, ребята, не забывайте писать в комментариях, по какому следующему легкому танку сделать обзорчик. Я обязательно прочитаю. Чао, какао! Субтитры подогнал «Симон»!